Страница 479. Рассказ Наташи. Мне хочется много хорошего рассказать о Славочке. Слава нашему Всевышнему, что послал он на землю чудесного ангела. Славик действительно такое непостижимое нами явление, что трудно выразить и определить его. Но чистота и святость отрока как бы касается и нас, стоит только вспомнить и подумать о нем. Недавно у меня был очень тяжелый период. У меня украли все документы. Вскоре я осталась без работы. Потом заболела на нервной почве и еще стал сильно болеть на ноге большой палец. От сильной боли и опухоли мне было не наступить на ногу и не заснуть ночами. Так как от малейшего движения резкая боль. И так целый месяц. Чем только не лечила, ничего не помогало. В это время мне на глаза попалась старая газета «Жизнь». Там про Славу написана статья. Я прочитала и решила сходить на кладбище. Прихожу, смотрю. Дверь оградки открыта. Думаю, дай-ка зайду. Зашла, стою, задумалась. Вдруг откуда-то прилетела синичка и села на памятник. А я стою и молюсь. Прошу помощи у Бога. И слезы просто покатились из глаз. Постояла, поплакала я и пошла домой. Мне сразу как-то легче стало на душе. Шла и всю дорогу слышала какой-то голос. Сначала так громко он мне говорил. «Не бойся, я с тобой». Я сразу поняла, что это Славочка. Но перед домом голос стал тише. Зашла домой. Какое-то время я еще его слышала, но уже тихо. И от этого голоса на меня такое успокоение и умиление снизошли. Вот теперь я в безопасности. Что-то делала, какие-то дела домашние. И только к вечеру заметила, что палец у меня не болит больше. Я даже смогла на него встать с силой. Боли не было совсем. И в душе тоже. А позавчера я была у Славы на могилке. В это время шел снег с дождем. На этот раз я была с тетей своей. Попросила ее, чтобы она постояла вдалеке. А я пойду. Одна хочу поговорить и поблагодарить Славу за исцеление меня. И опять прилетела синичка, такая маленькая, такая хорошенькая. Побыла со мной и потом подлетела к тете, как будто приглашая ее подойти. И вернулась, села на памятник. Тетя моя подошла, и мы почему-то стояли молча, наверное, минут тридцать. Каждая была со своими мыслями, с просьбами. Мы почему-то не могли говорить друг с другом. Я стою, благодарю Славика, что и нога у меня не болит, и на душе нет тяжести страшной. Тот, что была. Кланяюсь. А в это время как будто свет исходил от Славика. Даже снег перестал идти. Вокруг стало светло и на душе спокойно. И опять появилось ощущение, что мы тут в безопасности от чего-то или от кого-то. Потом положили Славочке яблоневую веточку и пошли домой. Позднее я видела сон или не сон, а как бы видение. Вижу Славу. В газете была фотография, где он с цветами. Он такой же и в видении, только во всем светлом. Стоит Слава и рукой мне показывает куда-то вдаль. А вокруг так темно и ничего не видно. Вдруг вижу, то ли змей, то ли червь страшный глотает многое множество людей. А они так кричат, так кричат. Мне стало не по себе. А Слава говорит. Вот видишь, что происходит? И все исчезло. Я сразу не могла понять, что это за сон или видение такое. Но потом появилось понимание, что Славочка не только исцелил мою душу и ногу, но и от черви этого спас. Он просто показал мне то, что я не увидела, но все равно была в опасности. Теперь вспоминаю происшедшее со мной, как удивительное чудо. И еще я очень благодарна Славе. Вот такая история. С уважением к вам, Наталья. По скриптум. Я читала, что Славу хотят канонизировать. Я была бы против этого. Пусть не трогают тело, не мучают ребенка. Это же грех. Наташа. 2006 год. Город Чебаркуль. Рассказ Любови Георгиевны. В нашей жизни до обращения к отруку Вячеславу всегда что-то происходило. И это что-то имело определенные корни. Колдовство. Мой муж до меня был женат, и у него там остался ребенок. А тетя его бывшей жены умеет колдовать. Это я сейчас все понимаю. А много лет назад в это и не верил никто. Да что верить? Всерьез никто не принимал колдовства. А в нашей семье были постоянные приключения. То со мной что-то происходило, то с мужем, то дочь, родившаяся на ровном месте, падает и заболевает постоянно. Лет через десять супружества мне сказали, что грозит мне рак груди, если я не рожу ребенка. И когда я забеременела в 1993 году, то беременность долго не находили, признавая рак матки. Я очень переживала. И начались мои хождения по бабкам. Одна бабка жила на улице Крылова и начала меня лечить от порчи. Говорила, что много порчи на тебе. После ее сеансов мне становилось очень плохо. Кружилась голова, подкашивались ноги, начались коричневые выделения. Тогда я решила зайти к другому врачу-гинекологу. И он обнаружил беременность 8-9 недель. А я в это время ходила по бабкам и еще лечилась. Меня сразу же положили в больницу с токсикозом. Муж очень радовался беременности. Он очень хотел сына, но стал потихоньку пить водку почти каждый день. В оставшийся срок беременности почти до родов были приключения тоже. Но что началось в больнице? Недели за 2-3 до родов меня опять положили в больницу и сразу стали стимулировать родовые схватки. Но, как оказалось, ребенок был не готов к родам. Позднее сказали, что еще 2-3 недели нужно было подождать. Потом оказалось, что ребенок слаб сердцем и не вынесет родов. Решили кесарь высечения, но нет релаксантов. И меня стали обезболивать спинально. Разрезали матку и живот. Оказалась проблема его и отвлечения оттуда. Его 3 врача тянули и в результате повредили позвоночно-шейный отдел. Ребенок выжил, но скоро простыл и второй раз был на грани смерти. Его опять чудом спасли. Я проливала слезы и просила Господа не забирать ребенка у меня. Поклялась, что на все согласна, на все жертвы, лишь бы сын остался жив. Бог пожалел нас и ребенок остался жить. Но приключения у нас не прекращались. То на кухне оборвется шкаф и чуть меня не придавит, то в подъезде, когда муж нес сына, сорвалось стекло и ребенку чуть не оторвало голову. Опять чудом Божьим он остался жив. Мы с мужем понимаем, что происходит многое не так. И летом в 1994 году крестили дочь в возрасте 9 лет и сына Ивана в возрасте 6 месяцев. В 8 месяцев Иван упал с табуретки. Лежит в больнице неделю. Ему ничего не делают. Чувствую, не то что-то происходит. Забираю ребенка и еду в Челябинск в клинику. Это Господь мне подсказал. Ребенку делают операцию, у него перелом черепа. Врач сказал, что задержались бы на сутки и ребенок бы погиб. В этот же день я с дочкой наконец-то пошла в церковь, заказала молебны и купила икону Святого Иоанна Крестителя, ставила ему в головах. Через неделю опять плохо сыну. Когда я подошла к кроватке, то увидела, что к ванне от иконы Святого Иоанна Крестителя идет как радуга к головке. Когда ребенок проснулся, у него все прошло. Много у нас было горестных приключений, а я ходила и в церковь, и к бабкам. Думала, одно другому не мешает. Как-то бабка говорит, привези мне воды крещенской, я заговорю, заряжу, чтобы вам всей семьей пить. Мы привезли ей воду, потом забрали, но пить не лишались. Как-то рассказала Ольге Васениной, верующей женщине, не один раз помогала она мне про воду и про все остальное. Она говорит, воду пить нельзя, нужно вылить. А то, что давала женщина из златоуста, сжечь. В тот вечер, когда выливала воду, было темно. Возвращаясь, встретила такого кота, каких в жизни не видела, ростом с хорошую собаку. Ощетинился он на меня, спину выгнул и смотрит горящими глазами. Я очень испугалась, крикнула мужа. Он ответил и идет ко мне, а кот нехотя медленно ушел. Пришла я домой знобит, ложусь в кровать, закутываюсь, а на улице в это время как буря началась. Листья, ветки летят в окна, стекла аж дрожат. Но странно, чуть дальше деревья почти не шевелятся. Около нашего дома бури, что ли? Вдруг вопли какие-то. Смотрю, телевизор включился. Думаю, наверное, пульт в кровати. Ищу, но нет, нашла на столе, выключила, легла. Через минут десять опять вопли, опять включился. Я думаю, муж, смотрю, он спит. Мне уже страшно, опять выключаю. И опять через некоторое время вопли. Тогда я уже в страхе выключаю телевизор из розетки, и только тогда он утих. Страшная была ночь. Теперь я телевизор всегда выключаю из розетки. От греха подальше. Дочь сняла с Вани золотой крест с цепочкой. Ваня сильно переживал, просил, чтобы Боженька и Николай Чудотворец помогли. Через неделю крестик с цепочкой неожиданно нашлись, но дочь из дома ушла. И в это время узнаю, что был мальчик Славик, он умер, но помогает и сейчас. Я поехала, нашла могилку, а потом познакомилась со славенной мамой Валентиной Афанасьевной. Она посоветовала чаще Ваню причащать, читать Акафист святому мученику Трифону, Акафист пресвятой Богородице и просить отрока Вячеслава. А на прощание дала Ване одну конфету, что была освящена на могилке отрока Вячеслава. Ваня съел ее с Верой, помолившись, помоги мне, Славочка, чтобы я поправился, помоги мне, пожалуйста. Это было в 16.00, а в 18.00 мы были уже в Челябинске. У Вани началась рвота, был жидкий стул с запахом. Это продолжалось и в больнице, куда нас положили. И еще страшное, заставили сдать анализ скала в горшочек, а ведь горшочек был облеплен розовыми мелкими-мелкими дракончиками, что-то розовое, живое. Но когда я раза два бегала за медсестрой и мы побегали, в горшочке розовых дракончиков не было. А в третий раз в унитаз, где сидел Ваня, вылез червь 15-20 см длиной, розовый, плоский, было очень страшно. Но после этого все прошло, как и не было. Сын стал поправляться. Сейчас Иван учится в обычной школе на 3-4, есть и пятерки. А врачи хотели отправить его в школу для умственно отсталых детей. Но Валентина Афанасьевна говорит, что не нужно, попричащай его. Что мы и делали, и вот результат. Сын хорошо учится в нормальной школе. Много раз в году бываем у Славика на могилке. Дома всегда есть земля с могилки и святая вода с камешками. Это наша скорая помощь, наше первое лекарство. Наше материальное положение улучшилось. У мужа появилась хорошая работа. Дочь работает и живет с нами. А недавно мы с мужем обвенчались. И эти всеважные изменения в нашей жизни произошли по милости Божией к нам. И благодаря молитвенной помощи и доброте Валентины Афанасьевны. Просим помощи у нашего дивного отрока Вячеслава, чтобы идти правой дорогой к спасению. И он помогает нам. Слава Богу! Любовь Георгиевна, 2002 год, город Челябинск. Тетя Шура У меня сильно заболела жена Александра. Сердечные приступы один за другим. Из реанимации в обычную палату перевели и мы все с облегчением вздохнули. Бог миловал. И снова приступ, и снова реанимационная палата. Все так же повторилось и в третий и в четвертый раз. Когда она лежала, вновь наступило улучшение. врачи с удовольствием сообщили, что Александра идет на поправку и будут переводить ее в обычную палату. Я с облегчения вздохнул. Как мне сообщила наша родственница, моя жена зовет меня к себе в реанимационную палату, чтобы попрощаться. Она сказала в очередной раз, Александра зовет всех, чтобы с нами попрощаться. Когда я зашел к ней в палату, жена была спокойна. Ничего у нее не болело. Приветливо со мной поговорив, она мне сказала, когда умрет, и попросила деньги не тратить на лекарства, а оставить на похороны. Она произнесла это с твердой уверенностью, что так и будет. Жена сказала, Геннадий, сегодня ночью ко мне в палату пришел Славик и сказал, тетя Шура, приготовьтесь, в эту субботу вы умрете. Не бойтесь, я помогу вам проходить мыторство. Деньги на лекарства не надо тратить, скажите родным, пусть оставят на похороны. Это подлинные слова Славочки, поэтому я вас всех и пригласила попрощаться. В назначенное время моя жена тихо и спокойно, по православному приготовившись, отошла ко Господу. Вот после этого случая и стали наши верующие бабушки и болящие просить Славика о помощи и класть под подушку его фотографию. Геннадий Кунгурцев, 2005 год, город Чебаркуль. Поездки на могилку к отроку Вячеславу. Знакомство мое со Славиком началось 10 лет назад. Это случилось так. В фирме, где я работаю, одна женщина заболела раком. Очень быстро ее проапелировали и оказалось, что у нее рак молочной железы четвертой стадии. Я навещала ее в больнице несколько раз, а потом и по выписке из больницы дома. До заболевания мы были почти незнакомы. Так, сотрудники одного отдела, а после моих посещений она привязалась ко мне как-то особенно доверительно. Разговарившись с ней, я поняла, что по промыслу Божьему пошла навещать сотрудницу Майю. Крестилась она совсем недавно, год назад, и зовут ее теперь Мария. Так теперь и зову. Муж и дочка Марии восприняли это как блажь больной, да и у нее самой нет ни тяги к Богу, ни молитвослова, ни знаний о нашей церкви и вере православной. Пришлось аккуратно вводить ее вазы православия, брать Марию в церковь на службы, а дочь в это же время возит ее то к знахаркам, то к эстрасенсам. Я понимала, что человек гибнет. Лукавый через родных и любящих ее людей тащит ее в противоположную сторону от Бога, на дорогу широкую, легкую, но гибельную и страшную. По милости Божьей, Мария повенчалась с мужем, хотя мне с трудом удалось уговорить его сделать этот шаг. Так необходимы и им самим, и их дочери. Теперь в квартире появились иконы, лампада, стало легче дышать. В это самое время я узнала о Славике, о чудесах, которые происходят на его могилке. И сразу же мы с Марией поехали в Чебаркуль. Могилку мы бы сами не нашли, но Господь дал знакомую женщину Зою, она и нарисовала схему, как найти могилку, так все и устроилось. С тех пор мы часто посещаем могилку Славочки. Мне очень хотелось помочь болящей, и я попросила Славика познакомить нас с его мамой, хотя понимала, что это дерзость, и мы недостойны, а Господь уготовляет каждому по своему промыслу. Но Марию, женщину невоцерковленную, невозможно было удержать от поездок к экстрасенсам и знахарям. И чтобы как-то удержать ее от этого, я и стала просить Славика познакомить нас с его мамой. И совершилось чудо. Валентина Афанасьевна потом рассказывала, что ей очень захотелось съездить на могилку, а мы приехали из другого города, и именно в это время были там у Славика. «Я завершала чтение литии, вдруг подходит женщина, это и была мама Славика, Валентина Афанасьевна. Она подбодрила болящую, пригласила нас к себе домой, а мы застеснялись, думая, что и так чудесно познакомились. Теперь видели и Славину маму, а какие лучистые у нее глаза, так и кажется, что смотрят на тебя глаза Славика. Мы сказали ей об этом, Валентина Афанасьевна удивленно говорит. Что вы, у него голубые глаза. С тех пор мы стали навещать и маму Славика. В общении с ней я стала замечать, что рассказывая что-то или кого-то слушая, Валентина Афанасьевна начинала давать наставления или совет, да так вовремя, что тот человек, которому она говорит, тут же впитывает в себя это, а потом опять идет беседа. И так несколько раз. Так и болящая Мария получала благодатную поддержку. И вопросы многие разрешались, и самочувствие ее, видимо, улучшалось. И ведь не один раз это было. Как только анализы крови у нее ухудшаются, сразу же едем с ней на могилку к Славику. И кровь улучшается. Это при ужасных рентгеновских снимках позвоночника и легких, где везде метастазы. Но Мария не отчаивалась, а вера в Бога и надежды на промысел Божий все больше укреплялась в ней. Еще Мария постоянно пила воду, настойную на мраморных камешках с могилки Славочки. Как-то в разговоре с духовными сестрами я услышала, что много помощи было у Славочки на могилке уже умирающим людям. Какой? Более безболезненная кончина, без уколов, которые вгоняют человека в бессознательное состояние, когда больной и к Богу воззвать не может. А еще вера есть у людей, что Славочка помогает пройти мыторство. Я вообще даже и не надеялась на это. Маловерная, ведь тысячи раковых больных только в наших городах, в Челябинске, Екатеринбурге, Златоусте, и многие уже приезжают сюда, к Славочке на могилку. Мы с Марией стали об этом тоже просить, и Славочка помог. Болящая до самой смерти не чувствовала болей, и не было необходимости в уколах и таблетках. Умерла Мария с улыбкой на устах, красивой и какой-то молодой. Я часто вожу желающих на могилку к Славику, и каждый раз происходит что-то необычное и всегда неожиданно. Дважды подряд, после посещения Валентина Афанасьевны, как обычно, не зная расписания электричек, прибегаем на станцию, а электричка стоит с закрытыми вагонными дверями. Мы подбегаем, двери открылись, зашли, сели на места, состав тронулся, а пассажиры говорят, что почему-то стояли 20 минут, а мы бежали и просили, Славик, помоги, и он даже в таком простом, кажется, деле помогает. В следующую поездку зимой в предрождественские праздники не ходили автобусы, в такси в пятером не берут, а брать два такси дорого. Решили идти пешком. Идем, молимся, просим Славочку помочь дойти быстрее, ведь рано темнеет, и прошли так незаметно 4 километра. В дальнейшем решили всегда ходить пешком. Выставили иконы на могилку, продукты, водичку с камешками для освещения, и подходит Валентина Афанасьевна. А мы ведь даже не позвонили ей, не то, что о времени договориться. И вот радостная неожиданная встреча. Вы еще не молились? И так чудесно помолились все вместе, так памятно, благодатно. А потом Сергей Вячеславович Славочкин папа в два рейса отвез нас на вокзал на электричку, а Валентина Афанасьевна пошутила. Не всегда электрички будет ждать вас, по 20 минут. Несколько раз, когда мы молились на могилке, приезжала белая Волга с темными стеклами, остановится четко против тропинки, которая ведет к Славику, и стоит, но никто не выходит. Страха никакого не было. Я вначале думала, что они ждут, когда мы уйдем, чтобы тоже подойти, но они разворачивались и медленно уезжали. Когда мы подошли к месту, где стояла Волга, то увидели много шпыльцов. Валентина Афанасьевна говорит, что было несколько случаев, когда Славочка помог избавиться от этой страшной зависимости молодым людям. Ребята приезжают к могилке, просят помощи у Славочки и бросают шприцы, чтобы с помощью Божией никогда их не брать больше в руки. Верю, что и этим несчастным Славик поможет, даст Бог. Каждая поездка к Славочке на могилку и посещение его мамы дает столько духовных и физических сил и тихой радости в душе, что хочется ездить туда чаще. И хотя я лично для себя не просила ничего особенного, но всегда прошу и в церкви, и у Славочки, чтобы дети мои пришли к Богу. Я уже их не зову и не давлю на них. Поняла, что на все воля Божья. Помоги мне, милостивый Господи. Вот только это произношу как стон. И утешение было на праздник Рождества Христова 8 января в собор Пресвятой Богородицы на литургию пришел сын с двумя мальчиками. Исповедались и причастились. Чутны дела твои, Господи. Слава Богу за все. Очень благодарны мы и нашему Славочке за помощь, за предстательство за нас, за вразумление. Слава Богу во святых его. Княева Ирина Январь 2006 года город Челябинск Ирина 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 Ирина